Артём Рыжков Артём, вам вопрос. Кто такой Артём Рыжков? В трёх словах. Во-первых, мне очень нравится. Вы постараетесь все вопросы задавать. Первый раз вы его на улице произносите, а потом здесь в студии. В два раза, чтобы я уже так смог. Во-вторых, кто такой Артём Рыжков? Это двумя словами. А тремя можно добавить Георгиевич. Вот оно что. Друзья мои, Георгиевич, Артём Рыжков, вот это и полный ответ на то, кто в данном случае сегодня наш гость. Артём, здравствуйте ещё раз. Привет. Вот теперь, может, в прямом фильме. Это уже легендарный момент, когда я жму руку Артёму Рыжкову. Причём, я могу сказать свои личные ощущения. Действительно, всё время, говорю, когда учился в институте, проходил мимо Зари, вас много лет подряд видел. И все говорят, это Артём Рыжков, это Артём Рыжков. Вот, наконец-то, я имею честь, дамы и господа, сам лицезреть Артёма Рыжкова в студии и, конечно же, разговаривать. Но мы пригласили вас не просто так. Мы отмечаем сегодня День кино. И у нас есть несколько вопросов по поводу тех новинок, которые появятся и в вашем кинотеатре, собственно, и в других кинотеатрах. Но, в целом, это именно о тех фильмах, которые сейчас в январских каникулах будут презентоваться. Первый такой фильм – это «Три богатыря» и «Морской царь». Что за фильм? Расскажите подробнее. Во-первых, я вообще хочу сказать про новогодний репертуар. Это довольно отдельная тема. Вот 90% фильмов, которые выходят на Новый год, а чаще и 100% – это плохие фильмы. То есть это с самого начала надо принять. Сразу? Да, сразу. То есть, ну, плохие фильмы. То есть вы должны быть готовы к тому, что вы пойдёте смотреть плохое кино. Почему? Почему их ставят именно в Новый год? Очень простой ответ. Потому что в Новый год, в принципе, все немножко так, ну, подшафеят. То есть, поэтому они готовы смотреть и плохой фильм, и очень здорово смеяться. А детям всё равно? А детям просто нужно куда-то выйти. То есть они должны оставаться дома. Поэтому, в принципе, всё, что ставится на Новый год – это, во-первых, семейная история. И почему-то для семьи снимать хорошо не всегда получается. Поэтому, ну, например, самые лучшие семейные фильмы, там, не знаю, «Гарри Поттер», «Лустиан колец», они не выходят на Новый год. Они выходят в какие-то ноябрьские праздники или там мартовские праздники. А под Новый год ставят вот всё, что, ну, в общем, может собрать большую-большую массу, тонны людей. Потому что на Новый год, в общем-то, у нас там 11 выходных, и мы готовы ходить в кино, ну, там, 3-4 раза примерно. На всё, что угодно причём? Практически на всё, что угодно. То есть мы идём на какую-то определённую афишу, видим её, соседняя афиша, почему бы тоже не сходить. Вот, потому что, в общем, в любом случае кино – это такой самый демократичный отдых, это самая недорогая история. Вот, и ты, с другой стороны, переносишься из этого холодного нашего серого мира вот в этот прекрасный мир. Что касается, да, «Морского царя», я вспомнил про этот вопрос. «Три богатыря» и «Морской царь». То есть здесь самое важное что? Что у нас наконец-то появились аниматоры, они были в советское время. Вот, потом какой-то был такой провал, наверное, лет на 20-90-е, начало 2000-х. Появилась студия «Мельница», появился продюсер Сергей Сельянов, который продюсирует студию «Мельница», и все мультипликационные фильмы с ними связаны. И, собственно говоря, он президент нашего фестиваля, который у нас здесь проходит, короче. Поэтому мы напрямую связаны с этой историей, обязательно надо идти и смотреть. Я не видел, я говорю, что они все плохие, но при этом я не видел ни одного из тех фильмов, о которых говорю. Это тоже надо понимать. У нас появилась франшиза, на которую, в общем, мы готовы идти. И более того, что классно, ни один голливудский мультфильм сейчас не встает на Новый год. Заметьте, ни одного нету. Наш единственный. Это значит, наш и еще один наш, «Снежная королева 3», о которой, я думаю, тоже поговорим. Это говорит о том, на самом деле, что Голливуд уже понял, что с нашим мультфильмом бороться на нашей территории невозможно. С другой стороны, у нас действительно появились фильмы, которые можно продолжать и продолжать, и люди идут и идут. Заметьте, что там 70% новогоднего репертуара – это продолжение. То есть это всякие там цифры 5, цифры 3. Три богатыря, они вроде по-прежнему втроем, но они там то с морским змеем, то с царем, то с кем-то там еще. Их уже там тоже десятки. Новые плохиши у них. Да, поэтому вот идите, смотрите. Я знаю, ну, примерно сюжет этого фильма. Я знаю, что там этот морской… Да, Киев под водой, а они отправляются в Китай. То есть все очень современно. То есть речь идет, в общем, по большому счету, что «Три богатыря» – это что-то типа наших российских Симпсонов, которые, ну, там, по поводу политики там шутят и так или иначе комментируют. У нас то же самое тоже комментируют. Вот как раз тогда к разговору о мультфильмах. Перейдем к русскому прокату этого же фильма. Есть новый фильм «Дед Мороз. Битва магов». Вот такой там Федор Бондарчук играет такого «Деда Мороза» и вроде все с таким пафосом преподносится. Насколько этот фильм, собственно, может порадовать ожидания зрителей кинотеатра? Ну, конечно, Федор Бондарчук в роли «Деда Мороза» точно порадует всех. Вот все остальное, мне кажется, уже не так важно. Потому что там история, она очень сильно запутанная. Какие-то там… Маги. Да, маги. Как-то там какие-то генномодифицированные люди. Там какие-то сани, которые там прям очень крутые вип-сани там, ну и так далее. Все вот это вот… История, действия происходят там недалеко от Кремля, Лубянка, Детский мир. Ну, то есть прямо вот самый-самый центр нашей страны. То есть это все, конечно, супер-классно. Но самое главное, я думаю, этот фильм из-за этого и снимали, что Федора Бондарчука можно будет показать в этой роли. Потому что он, ну, как бы вот он куда-то… И он, заметьте, он становится все больше похож на Никиту Сергеевича Михалкова. Да. То есть в этом есть какая-то определенная, да, связь. Вот. И что, ну, наверное, мне кажется тоже немаловажным, что все-таки, когда про магов снимают в Голливуде, там, или в Великобритании, то у них маги, они, в общем, в таком довольно юношеском возрасте. Вот. А у нас маги, они почему-то вот такие… Люди пенсионного возраста уже. Да, Деда Мороза. То есть более того, там, у него даже такая палка, у него, говорят, очень сильно похожа на посох Сарумана, там, или одного, там, из волшебников, да, властелиновских. То есть так что, ну, вот это вот тоже, ну, надо все-таки учеников искать. То есть вот у Деда Мороза должен быть какой-то ученик юный, потому что это важно. А вот у меня редактор прямо говорит в ухо, а вот, ну, что вы скажете, Артем, про «Ёлки-5», про эту нашумевшую уже эпопею с «Ёлками», то, что были «Ёлки-1», «2», «3», «4». Не, ну, я, насколько знаю, что вот премьера состоялась, вот, и она, прежде всего, в интернете нашумела тем, что, ну, в прокате он провалился. Вот, то есть еще по большому счету прокат не начался, потому что мы сами знаем, что первые недели, ну, до Нового года люди в кино не ходят. То есть у нас, например, на премьеру пришло, там, два человека, например. Это кассир и бармен или кто? Ну, примерно, ну, как-то там, может быть, уборщик там, ну, я зашел там на секунду тоже как-то посмотрел, вот, что титры идут, вроде там, все нормально. То есть как-то вот это вот нету, ну, ажиотажа, ну, уже, я думаю, что все-таки надоели вот эти люди, которые, они по телевизору, они на киноэкранах, ну, то есть их слишком много, это, конечно, они из плакатов, тут постеров, бильбордов, смотрят, ну, хватит, с одной стороны. С другой стороны, классно, что есть такая новогодняя, конечно, тема. У нас была одна «Ирония судьбы», и мы вот этот фильм смотрели там 20 лет подряд. То есть у нас появилась другая, и мы смотрим не один и тот же фильм, а мы смотрим, ну, как некий такой сериал каждый год. Получается такая новая новогодняя традиция, уже новой России, да? Да, насколько, да, фильм хороший про елки, мне, конечно, жалко само, ну, само название «Елки». То есть оно классное, с одной стороны. С одной стороны, я понимаю, что каждый год вырубается это огромное количество елок. Да. И вот мы уже там пять, официально вырубили пять елок, ну, прямо на экране, перед людьми. То есть, по большому счету, я думаю, что самое смешное, что можно сейчас будет делать в «Елках шесть», это взять вот шестую елку и просто полтора часа ее рубить на мелкие кусочки. Прямо что вот эти два актера знаменитых, они прям ее так вот, да, рубили, а мы смотрели. Артем, ну, тогда вот переходим от, собственно, новогодней Тиме к фильму «Кредо-убийцы». Вот такой вот ожидаемый по всем. Я когда видел первые, собственно, трейлеры, мне очень понравилось, потому что совсем закрученный сюжет. Вот что про него можете сказать? Стоит ли вообще идти на вот эту тему? Это же продолжение игры. Конечно. Ну, то есть, я думаю, что дети, ну, пойдут точно. Это как раз вот та самая история, которую все ждут. То есть, если вот с этими фильмами, о которых мы сейчас говорили, я не уверен, что прямо были ожидания. Я думаю, что, скорее всего, просто люди там после Нового года, ну, куда пойти, пойдем елки посмотрим. Ну, примерно так. Ну, не то, что они там весь год ждут новых елок. А вот «Скредо-убийцы» — другая история. Действительно. То есть, вот человека, мне кажется, что уже хорошая тема, что когда после игры создается кино. То есть, мы вот этого человека, который все время играет, наконец-то его поднимаем из его кресла, отрываем от экрана монитор и заставляем куда-то выйти. То есть, это уже… И вот он делает свои первые неуклюжие шаги по улице, по проспекту Мира, в сторону какого-то кинотеатра. То есть, это, ну, как бы крайне важно. Там играет Майкл Фассбендер. Мы все его знаем, любим. Он был в Калининграде в кинотеатре «Заря», был гостем. Вот. Тогда не был такой суперзвездой. То есть, я видел, да, как он падает с башень там. Ну, то есть, это, конечно, ну, в любом случае, зрелищно. Говорят, что тоже фильм не получился. Но, тем не менее, это зрелищный провал. То есть, зрелищный провал, мне кажется, это уже круто. У нас буквально минута остается, но еще вот «Снежная королева 3», еще одна русская премьера, опять же, про Новый год и опять же мультфильм. Вот что там? Ну, не знаю. Мне кажется, вот тоже, что и в 2, и в 1 она там… В 3 она ищет своих родителей, там все еще сильнее запутывается. То есть, мне нравится, что при этом сейчас большинство, я думаю, наших зрителей думает, что «Снежная королева» – это вообще русская сказка. То есть, мы сумели с помощью вот этой франшизы забыть, что это Ганс Христиан Андерсон, забыть, что это какой-то там датчанин, скандинав. Это, то есть, какой-то вот явно русский сказочник написал. И мы сумели вот, ну, как-то это всему миру. Потому что это не только в России смотрят, это смотрят по всему миру. Но, поскольку у нас еще там есть секунд 10, сходите обязательно. Вот Новый год закончился, и тут начинаются все самые лучшие фильмы. «Ла-Ла Лэнд», новый фильм «Кустурица» с Моникой Беучи. Прям 12-е, 19-е и так далее. Вот там вот прям шикарное кино. Вот уже, друзья мои, на крещение стоит идти в зарю. Но еще у нас есть один фильм «Монстр траки». Вот этот, вот в трех словах. Да, нет, почему? Нет, ну, может быть, может быть. Во всяком случае, когда из старых автомобилей собирают какие-то монстр трэш-автомобили, мне кажется, уже сама по себе, и у них какие-то еще там щупальца растут, мне кажется, что уже забавно. Артем, скажите, вот еще мы спрашивали, как будете праздновать Новый год. Вы сказали, что поедете в Берлин, квартиру. Там, наверное, телевизор включать, в принципе, не будете, да? Ну, там нет телевизора. Ну, у меня нет в моих квартирах ни в одной тоже нет телевизора уже многие годы. Я рад, поэтому иногда в нем оказываться хотя бы, то есть, чтобы иметь возможность потом еще долго не смотреть. Ну, тогда пожелания всем вашим, собственно, во-первых, поклонникам кинотеатра «Заря» и вообще, в целом, вообще, поклонникам кино. Что желаете в следующем 2017 году? Нет, ну, я просто так оцениваю реально, что у нас происходит в городе. Вот год прошел, то есть, что я вижу изменения к лучшему? Я вижу единственное изменение к лучшему. Я вижу, что все больше и больше появляется магазинов шпар. Вот я хочу, чтобы их стало еще больше, чтобы в каждом доме был магазин. То есть, вот в каждом, то есть, спустился в тапочках, вот, и там, например, и прямо так раз, и можно даже, чтобы по лестничной клетке и вход был из подъезда. Не обязательно шпар там, я бы назвал это холодильник. Да. Чтобы нельзя было, не нужно было строить какие-то, ставить себе холодильники каждый, а был такой, для всего дома холодильник каждого там открыл, своя полочка. С ключом, как почтовый ящик. Да, и все, вот это магазин был бы идеально. Друзья мои, берите на заметку, все строители города, Калининграда. Ну, а дальше мы передаем слово, благодарим Артема. И, конечно же, говорим Даши Санеевой. Кстати, единственное, знаете, Артем хотел спросить, я смотрел фильм из гофи в кинотеатре «Заря». Немножко в «Заре» было прохладно. И прям все люди так кутались как-то. Не, ну это же, мы же стараемся передать эту атмосферу. Атмосферу. Это же космос. Космос, да. Да, вот это важно. А тогда узнаем, холодно ли нашей Дарьи Санеевой, мы узнаем вот буквально через секунду. Даш, тебе слово. Холодно тебе. За это интервью лично я поняла для себя две вещи. Во-первых, действительно есть что-то в вас, Артем, таинственно привлекательное, я думаю, что это интеллект. Во-вторых, я люблю плохое кино, оно создаёт новогоднее настроение. Ребят, ну а мы совсем скоро отдадим в ваши руки седьмой айфон. Буквально вот-вот. Ну а прямо сейчас реклама.